Самурайский реванш. Япония готовится к бою за северные территории. Почему современная Япония, потерпевшая сокрушительное поражение от Красной Армии в 1939 году на Халхенголе и в 1945 году на Дальнем Востоке, пытается переписать историю, создает миф о советской агрессии, при этом забывая об агрессивной политике Японской империи, военных преступлениях японской армии? Очевидно, что Япония, следуя по стопам за Западом, готова пересмотреть итоги Второй мировой войны в свою пользу. Вошедший в состав морских сил самообороны Японии вертолетоносец, по официальной классификации эскадренный миноносец-вертолетоносец DDH-183, Изума, самый крупный боевой корабль, построенный в Японии поле Второй мировой войны. Отсюда активность Японии по вопросу северных территорий. Очевидно, что на Курилах Япония не остановится. Токио готовят информационную почву для новой интервенции на Дальнем Востоке. Русские должны выглядеть в глазах японцев агрессорами, захватчиками исконных японских территорий. Японцы в последние годы активно наращивают ударные возможности своих вооруженных сил на море, воздухе и суши. Создана морская пехота, формируются авианосные ударные группы и военно-космические силы. По сути, Япония отказалась от концепции оборонных действий и создает полноценные вооруженные силы, ранее их развитие было ограничено, способные к наступательным действиям, включая высадку морских десантов. НАТО создает инфраструктуру для интервенций в Россию на западном направлении, Япония на восточном. Западные и восточные партнеры Москвы ждут момента новой перестройки смуты в России, когда можно будет приступить к дележу шкуры русского медведя. Японская экспансия на Дальнем Востоке. Основные вехи. Русско-японская война 1904-1905 годы завершилась тяжелым политическим поражением Российской империи на Дальнем Востоке. Россия уступала Японии и Южный Сахалин. Сферу влияния Японии отходила Корея и Южная Маньчжурия. Японцы получили все корабли, сдавшиеся в плен, и поднятые в порт Артурии и других местах. Россия выплатила 46 миллионов рублей золотом за содержание пленных в Японии, по сути, контрибуцию. На этом Японская империя не остановилась. После революции 1917 года, когда рухнула Русская империя и в России началась смута, Японская империя снова нацелилась на русский Дальний Восток. Момент был крайне благоприятным. Россия в этот момент вообще не могла защищать свои земли. Инициаторами вторжения были США, Англия и Франция. Запад и Япония начали интервенцию с целью расчленения России на марионеточные банту Станы, захвата стратегических городов, районов, богатств и ресурсов страны. Японские власти признали власть верховного правителя Колчака, но на деле поддерживали на Дальнем Востоке самостийных атаманов Семенова и Калмыкова. Японцы планировали создать марионеточные государственные образования, полностью зависимые в политическом, военном и экономическом отношении от Японской империи. Красная армия разгромила колчаковцев, семеновцев и другие формирования белых в Сибири и на Дальнем Востоке. Планы Японии по колонизации русского Дальнего Востока рухнули. 25 октября 1922 года стоявший в бухте Золотой Рог японский флот с последними экспедиционными войсками на борту поднял якоря и стал уходить в море. В этот же день красные войска без боя вошли во Владивосток. Японцы остались только на Северном Сахалине, откуда ушли только в мае 1925 год. В 1930-е годы Япония возобновила активную экспансию на Дальнем Востоке. Японская элита давно планировала оккупацию Манджуреи. Японской империи требовались рынки сбыта и источники сырья, стратегический плацдарм на континенте. Островной Японии для развития требовалось жизненное пространство. Японская элита считала, что ей по праву должен принадлежать Азиатско-Тихоокеанский регион. Еще в 20-е годы в Японии была принята концепция японского доминирования в регионе Тихого океана и Азии. Т. Н. Восемь углов под одной крышей. В широкие массы внедрялась идея Великой Японии, где к землям империи были причислены территории Русского Дальнего Востока и Сибири вплоть до Урала. В 1931 году японцы вторглись в Манчжурию. В 1932 году было создано марионеточное государство Манчжоуго. Его главой японцы сделали последнего цинского императора Пуи. Реальная же власть в Манчжоуго принадлежала японцам. В регион вложили большие капиталы. Манчжурия была превращена во второй промышленный и сельскохозяйственный центр Японской империи и стратегический плацдарм для дальнейшей экспансии, направленный против Китая, Монголии и СССР. Стоит отметить, что Англия и США, как и в период Первой русско-японской войны, в 1920-1930 годы продолжали политику натравливания Японии на Россию. Запад старался превратить Японию в свой таран для покорения и разграбления китайской и русской цивилизаций. Если на Западе против советской, русской, цивилизации взрастили Гитлер и создали Третий Рейх, отдав ему почти всю Европу, то на востоке дубиной Англии и США выступала Япония. Японская верхушка до поры до времени следовала этой стратегии, она была ей выгодна. Японские интервенты во Владивостоке. 1918 год. Японские интервенты у трупов расстрелянных ими рабочих железнодорожников. Дальний Восток. 1920 год. Хасан. Халхингол. С 1936 года японцы стали организовывать серьезные провокации на советской границе. В 1936-1937 годах японцы пытались захватить острова на реке Амур. С одной стороны, это была проба сил, с другой захват островов позволял прервать судоходство на Амуре. В мае-июнь 1938 год японские милитаристы развернули широкую пропагандистскую кампанию вокруг Т.Н. Спорных территорий на границе между Маньчжурией и Советским Приморьем. В июле-августе 1938 год японские войска попытались продвинуться в районе озера Хасан, но были разбиты. Одновременно с планами экспансии в Советском Приморье японская военно-политическая верхушка готовила планы оккупации внешней Монголии Монгольской Народной Республики, МНР. Несмотря на явную готовность СССР военной силой защищать МНР, японские милитаристы начали агрессию. Японское командование выбрало местом для вторжения району реки Халхингол. С января 1939 год начались провокации в районе Халхингола. 11 мая 1939 год японцы начали вторжение. Активные бои продолжались до середины сентября 1939 год. В итоге в небе и на суше японцы были разбиты. Япония обратилась к СССР с просьбой о перемирии. 16 сентября 1939 года боевые действия были прекращены. Японская военно-политическая верхушка вынуждена была нажать на тормоз и отступить. Это было связано с двумя факторами. Во-первых, Москва показала стальную позицию, подкрепленную мощью Красной Армии. Мы победили японских самураев. Сентябрь 1939 год. Вопрос северных территорий. Во время Великой Отечественной войны Япония сохранила нейтралитет, хотя была готова начать войну с СССР, если бы немцы взяли Москву в 1941 году и одержали победу на Волге и Кавказе в 1942 году. Все годы войны ситуация на Дальнем Востоке была напряженной. Квантунская армия по-прежнему угрожала СССР. На границе происходили провокации. 9 августа 1945 года. Союз, выполняя обязательства перед союзниками по антигитлеровской коалиции, начал войну с Японской империей. Красная Армия разгромила японские войска в Манчжурии, освободила северо-восточный Китай, Корею, Южный Сахалин и Курилы. Япония, утратив возможность продолжать войну, капитулировала. Выступление СССР было связано с двумя ведущими причинами. Во-первых, это национальные интересы. Россия должна была вернуть позиции на Дальнем Востоке, утраченные по итогам мира в Портсмуте в 1905 году. Во-вторых, война была неизбежна из-за противостояния СССР с Западом, предвестники которого начались еще во время войны с Третьим Рейхом. Если бы СССР не вступил в войну с Японией, то западная коалиция во главе с США все равно добила бы Японию, примерно к 1947 году. За это время американцы укрепили союз с режимом Чанкайши в Китае. Китайские коммунисты потерпели поражение. СССР получал союзный американцам огромный Китай. На огромной китайской границе расположились враждебные китайские армии, поддержанные западным оружием и техникой. Американцы создали бы базы в Северном Китае, Корее, на Сахалине и Курилах, не считая японского авианосца. Таким образом, вступив в войну с Японией, сталинский СССР взял исторический реванш за войну 1904-1905 годы, вернул утраченные территории, обезопасил и укрепил свои границы на Дальнем Востоке, получил возможность свободного выхода Тихоокеанского флота в океан. В скором будущем нашими союзниками станут огромный коммунистический Китай. По сути, именно война СССР против Японии и привела к появлению коммунистического Китая и Северная Корея. То есть мы обезопасили русский Дальний Восток, вплоть до развала СССР. Считать Манджурскую операцию советских войск в августе 1945 год. Агрессией и нарушением Советско-японского договора о нейтралитете могут только заинтересованные политики или полные дураки. Первые годы после окончания войны Япония не имела ни мирного договора, ни дипломатических отношений с Советским Союзом. Согласно Сан-Францискому мирному договору 1951 год, Япония отказалась от любых притязаний на Сахалин и Курилы. Однако соглашение не определяло принадлежность островов. И Москва, в том числе и по этой причине, не подписала его. При этом обе стороны были заинтересованы в развитии торговли, взаимовыгодном экономическом, сотрудничестве, совместном решении проблем безопасности на море и т. Д. Консультации о нормализации отношений начались в 1954-1955 году. Очевидно, что было связано и со смертью Сталина и перестройка-1, которую начинал Хрущев. В Токио решили, что пора выдвигать территориальные претензии. В 1956 году Япония поставила вопрос о возвращении Японии исторических земель островов Шикотан, Хабамай, Итуруб и Кунашир, занятых советскими войсками в 1945 году. В октябре 1956 год. В Москве прошли переговоры главы японского правительства Итира Хатаяма с Хрущевым и Булганиным. Стратегической целью Москвы был вывод американских войск и ликвидация их баз в Японии. Ради этого Хрущев был готов на серьезные уступки. СССР согласился на прием Японии в состав членов ООН, где мы имели право вето в Совете Безопасности. Москва отказалась от всех репарационных претензий к Японии. Также Хрущев пообещал передать Японии и Южные Курилы. То есть это было намерение совершить сделку, а не обязательство отдать острова Японии. Однако японцы не могли выставить американцев со своей территории. Японское правительство в январе 1960 год. Подписало новый договор безопасности с США сроком на 10 лет. В ответ Москва направила памятную записку Токио, в которую отмечалась фактическая оккупация американцами Японии, предоставление ее территории США, то есть фактическая военная, экономическая и политическая зависимость страны. Советское правительство заявило, что только при условии вывода войск США с японской территории и подписания мирного договора между СССР и Японией на островах Абамай и Шикотон будут переданы Японии, как это было предусмотрено совместной декларацией СССР и Японии от 19 октября 1956 года. После этого японское правительство не только не прекратило выдвигать свои претензии, но и заявило о новых исконно японских территориях. Генерал-лейтенант Каэн Деревянко от лица СССР подписывает акт о капитуляции Японии на борту американского линкора «Миссури». 2 сентября 1945 года. Японский авианосец США. Подготовка к решению вопроса северных территорий. После капитуляции Япония, в отличие от Германии, стала единолично управляться американцами. США превратили Японию в свой непотопляемый авианосец на Тихом океане и сохраняют там базы до настоящего дня. Также США помогли создать мировую японскую фабрику, как позднее китайскую, сделав Японию одной из ведущих мировых экономик. То есть в Японии создали научный, технологический и промышленный потенциал для быстрого строительства первоклассных вооруженных сил. По Конституции 1947 года японский народ на вечные времена отказался от войны как суверенного права нации, а также угрозы или применения вооруженной силы для решения международных споров. Поэтому Япония отказывалась от создания сухопутных, морских и военно-воздушных сил и других средств войны. Однако США по-прежнему требовалась японская дубинка на Дальнем Востоке, направленная против СССР и Китая, хотя теперь и под полным контролем Америки. Поэтому уже в 40-е годы американцы разрешили полицейские формирования. В 1950 году был дополнительно сформирован резервный полицейский корпус в составе 75 тысяч человек, который стал ядром будущей японской армии. В 1951 году в Сан-Франциско между Японией и США был подписан договор о военном союзе. В Японии разрешается пропаганда против коммунистического агрессора, как будто это русские оккупировали Японию. Во время войны в Корее Япония стала стратегическим плацдармом и тыловой базой США. В 1952 году в Японии созданы Национальные силы безопасности, в 1954 году переформированы в Силы самообороны Японии. Так де-факто была воссоздана регулярная армия. Силы самообороны последовательно развивались, с восстановлением ВВС и флота. В настоящее время Япония уже практически полностью отказалась от военных ограничений. Страна имеет один из самых больших военных бюджетов в мире, ее вооруженные силы одни из самых мощных и современных на планете. Вооруженные силы получают вертолетоносцы, фактически легкие авианосцы, эсминцы с управляемым ракетным оружием, десантные корабли, ударные самолеты и беспилотники. Создано и постоянно усиливается современная ПВО-ПРО. В США покупают самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, ДРЛА, и управления ИИ-2Д. Есть планы по закупке истребителей вертикального взлета и посадки, для вертолетоносцев. Разрабатываются средства электронной войны, создана морская пехота, формируется военно-космическое подразделение. В Японии, как и на Западе, активно пересматривают период Второй мировой войны и ее итоги. СССР уже рассматривают как агрессора. Теперь сообщается, что Япония в 1939 году нанесла превентивный удар, чтобы предотвратить готовившееся советское вторжение в Манджоугу. Если на Западе раскручивают миф о превентивном ударе Гитлера по СССР, чтобы спасти Европу от сталинской оккупации, то в Японии миф русской агрессии. Мол, командование Квантунской армии лишь стремилось обеспечить безопасность строившейся на Западе Манджурии железной дороги по направлению МНР, однако советские агрессоры и их монгольские сателлиты не дали воплотиться этим мирным планам. И Японии, и Манджоугу пришлось обороняться. Более того, некоторые японские исследователи сообщают, что эта Монголия под давлением Москвы ввела войска в Манджурию, что и спровоцировало конфликт. А в годы Великой Отечественной войны Япония якобы строго соблюдала условия Советско-японского пакта о нейтралитете от 13 апреля 1941 года, который был вероломно нарушен СССР в августе 1945. Эти мифы являются частью масштабной кампании по ревизии итогов Второй мировой войны, которую проводят в Японии и на Западе. СССР, Россию, выставляют агрессором, который, по крайней мере, не меньше виноват в начале мировой войны, чем гитлеровская Германия. Под таким предлогом можно переписать политические итоги войны. Потребовать от России возмещение материального ущерба и возвращение оккупированных территорий, включая Курилы, Калининград или Выборг. Таким образом, помимо пропагандистской обработки населения и дипломатических демаршей в сторону Москвы, когда Курилы посещают члены правительства или там проходят военные учения, японская верхушка уже не исключает и силового сценария возвращения северных территорий. Япония уже имеет передовые вооруженные силы, мощный флот, который по обычным вооружениям превосходит наш Тихоокеанский флот, он после развала СССР почти не обновлялся. Если НАТО создает инфраструктуру для интервенций в Россию на западном направлении, то Япония на восточном. Информационная почва для нового раздела России уже готова. СССР и Россия рассматриваются как агрессоры, незаконно оккупировавшие северные территории Японии. Идет подготовка к новой интервенции, когда в России начнется перестройка на либеральный лад. И Курилы это только первая цель. Редактор субтитров А.Семкин